Равенство, мужество, победа – девиз этого спортивного фестиваля. Проходит турнир среди людей с ограниченными возможностями здоровья ежегодно и является для них важным соревнованием, где можно не только проверить свои физические возможности, но и установить рекорд. Такие соревнования – это возможность вырваться из дома, это возможность ходить на тренировки. Как правило, большие достижения начинаются с маленького. То есть маленькие районные городские соревнования дают стимул, и человек идет дальше, развивается, и, возможно, в будущем будет участвовать в международных мировых соревнованиях. Турнир проводится в двух возрастных категориях. Среди юношей и девушек до 16 лет включительно, для мужчин и женщин от 17 лет и старше. Среди участников были и ребята из Одинцовской школы «Надежда». Самое главное – им нравится быть в массе, потому что они себя реализовывают, и они таким образом понимают, что они не брошенные дети, а они конкретно идут к своей цели. А цель у нас какая? Быть здоровыми. Участникам предлагалось сразиться в самых разных спортивных дисциплинах – дартсе, бросках в баскетбольное кольцо, гиревом спорте, настольном теннисе, русском жиме и многих других. По словам организаторов турнира, эти направления приемлемы и абсолютно безопасны для всех категорий спортсменов-инвалидов. Сейчас вы видите, что уже более ста спортсменов-инвалидов принимают участие в фестивале. И каждый год идет пополнение приблизительно на 15-20 инвалидов. Поэтому мы рады всем инвалидам, рады, что у них созданы все условия для занятий. Фестиваль спорта для особенных людей – это еще и общение, новые знакомства и обмен спортивным опытом. По итогам соревнований сильнейшим вручили медали, грамоты и кубки. Остальным же подарили памятные сувениры.